Музыка 20 сентября в России отмечали День работников леса. Какова сегодняшняя лесная политика? Какими проблемами живут наши лесничьи? Каковы цели и задачи? Об этом в многом году мы разговаривали с заместителем министра природных и ресурсов и экологии Карачао-Черкесии Даблетом Увжаевым. Даблет Азритович, скажите, пожалуйста, основные задачи и функции Вашего Министерства? В соответствии с законодательством, основными функциями и задачами Министерства природных ресурсов являются охрана, защита, воспроизводство лесов. Охрана у нас ведется от пожаров и от вырубок незаконных, защита у нас ведется от болезней и вредителей. Ну и воспроизводство – это естественное восстановление, содействие естественного восстановления лесов. Даблет Азритович, кто сегодня работает на благо леса и в лесу? Сколько Вас? Какова нагрузка на одного лесничего? И, кстати, как правильно называть Ваших сотрудников – лесник или лесничий? На сегодняшний день общее количество работников леса у нас составляет 450 человек, из которых у нас порядка 200 человек – это инженерно-технические работники, в том числе у нас 135 человек – лесных инспекторов. С введением лесного законодательства нового понятие лесник у нас вообще упразднено. На сегодняшний день функции по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляют у нас лесничие, государственные лесные инспектора, то есть лесничие, помощники лесничих и мастер леса. Нагрузка на лесничих у нас составляет 2,9 тысяч гектаров. У нас 28 участковых лесничеств, и на каждом участковом лесничестве у нас лесничий, помощник и мастер леса. Большая нагрузка, да? Нагрузка очень большая. При нормативе 1,8 тысяч гектаров, есть у нас норматив на одного лесничего, у нас составляет 2,9 тысяч гектаров. А почему? Потому что у нас работников не хватает, не доукомплектованность сотрудникам. Лес – это наше богатство, но не все это понимают, как бы говорят, но не всегда понимают. Потому что вот когда бы не включил телевизор, по разным каналам показывают одно и то же. Лесные пожары, лесные пожары в самых разных регионах страны. А какова ситуация в Карачае-Черкесии? Сколько было у нас лесных пожаров, по чьей вине? С начала 2020 года, с января, по настоящее время у нас зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 182 гектара. Ущерб от этих пожаров составил 1 миллион 185 тысяч рублей. Как бы причины, они разные, и человеческий фактор, и природный фактор. По всем фактам переданы материалы в МЧС и правоохранительные органы для установления уже конкретно виновных в этих пожарах. А, кстати, тушение лесных пожаров, это тоже входит в обязанности лесничих? Нет, тушение лесных пожаров у нас осуществляет Республика Свято-Косударственное бюджетное учреждение «Лесная пожарная охрана». Количество сотрудников там 83 человека, из них пожарные, лесные пожарные сторожа это 50 человек, лесные пожарные 22 человека и административные работники 11 человек. Также принимали участие сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесской республике, волонтеры, добровольные пожарные дружины. Задача ваших сотрудников не только охранять, но и восстанавливать лес. Как ведется эта работа, по каким направлениям? Одним из основных направлений деятельности министерства является лесовосстановление. Оно ведется естественным и искусственным путем. Искусственное – это посадка насаждений, соответственно, и, естественно, это содействие, естественно, восстановлению лесов. То есть это минерализация почвы в данном случае. А что это такое? Это обработка почвы в тех местах, где проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, то есть санитарная вырубка лесов. И после этого осуществляется именно минерализация почвы, то есть искусственное содействие восстановлению леса. Раз уж мы заговорили о защите, то жители Карачаево-Черкесии, конечно, обеспокоены картиной, которая наблюдается буквально во всех уголках Карачаево-Черкесии. Мы видим, что деревья пропадают, гибнут, сохнут. И эта картина наблюдается и в Ганачхирском ущелье, и на Махаре, и на Лабе. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? И пытается ли как-то Министерство природных ресурсов экологии Карачаево-Черкесии приостановить этот процесс? Почему так происходит? Конечно, мы пытаемся. Основным способом борьбы именно с вредителями является санитарно-оздоровительное мероприятие на территории Карачаево-Черкесии. Это выборочная санитарная рубка деревьев, сухих и перестойных. В 2020 году были выявлены такие явления, как большой еловый лубоед. И вот для того, чтобы с ними бороться, было принято решение и проведено санитарное мероприятие. Рубка сплошная этого участка и утилизация порубочных остатков путем сожжения. Такая картина наблюдается повсеместно и за границей, и в Канаде, и в Европе и так далее. Такое мнение ученых, что это вызвано потеплением климата. И с ними не поспоришь. Говоря о защите леса, конечно, нельзя не упомянуть о том, что волнует всех жителей Карачаево-Черкесии без исключения. Мы знаем, что не так давно мы наблюдали такую картину. Буквально практически по всем ущельям шла вырубка леса. Законная-незаконная. Люди считают, что несмотря на закон, незаконная вырубка леса все-таки продолжается. Какова картина сегодня в Карачаево-Черкесии? Что Вы скажете на это? С начала года на 1 сентября в Карачаево-Черкесской республике выявлено 19 фактов незаконных рубок. По всем фактам возбуждены дела уголовные, ну, все факты переданы в правоохранительного опыта. И по всем фактам возбуждены уголовные дела. Скажите, Даврид Азритович, вот некоторые участки леса переданы в аренду. Насколько добропорядочно себя ведут арендаторы и сохраняют ли они все мероприятия по сохранности леса? На сегодняшний день у нас в Карачаево-Черкесии заключено 799 договоров аренды лесных участков. В основном это идет рекреация, 622 договоров и другие виды. Это сельское хозяйство и охотничьи направления. Что касается именно арендаторов, да, в основном бывает, не без нарушений, конечно, но в основном все арендаторы добросовестные вреда не наносят. Есть проекты освоения лесов, они все осуществляют, свою деятельность на этих участках согласно проекту освоения лесов. То есть жалоб нет у вас, да, на них? Ну, жалоб в целом нет, да. Я не раз имела дело с лесничами и понимаю специфику их работы. Работа трудная, опасная, люди постоянно в разъездах, но при этом зарплата у нас достаточно, ведомство небольшая, да, у них. Скажите, пожалуйста, есть ли проблема привлечения новых сотрудников, идет ли к вам молодежь? Нехватка сотрудников у нас однозначно есть. То есть молодежь сейчас поступает по разным направлениям, но очень мало учащихся в сфере лесного хозяйства, специалистов, так скажем. На сегодняшний день у нас есть и предпенсионного возраста сотрудники, и заменить их кадрами как бы невозможно. То есть не представляется возможным, так как специалистов как таковых нет. Будем надеяться, что проблема эта решится. Ну и в заключении нашей беседы, Давлид Азридович, по традиции, ваши пожелания к профессиональному празднику. Сегодня перед нами стоят очень важные задачи по защите, по охране и воспроизводству лесов. Уверен, что профессионализм и ответственность дружинников леса и впредь будут эффективным счетом по охране нашего леса. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины. Субтитры создавал DimaTorzok